Павлик, пожалуйста, подойдите, мужчина, подождите, проверь, пожалуйста, наличие запрещенных материалов. Что у вас, телефон? Вытаскиваем. Так, молодой человек, вы просто не запаковали, Павел, проверь, пожалуйста, задержи его. Он не имеет права проверять, проходите, пожалуйста. Странная женщина тут вообще, мешает, видимо, мне кажется, пособничает воришкам. Странные люди, вы мешаете работать. Это что такой дерзкий-то? Что вы делаете? Что вы делаете? Костюм снимите. Костюм снимите. Костюм снимите. Костюм снимите. Ребята, тут происходит какой-то трэш. 11 полицейских вызвали на людей, которые просят показать просто сумки. Так, подписывайтесь на канал, быстро все лайк поставить. Быстро там внизу. Написали комментарии, кто сколько может. Понятно, да? И репосты, пожалуйста, если вам понравилось. Инстаграм, телеграм-канал и вконтакте. Ссылка в описании. Да, не дерьми, дерьми, дерьми. Не делай, не делай. А? Что за шлем? Розвлекательный контакт, у нас там был развлекательный комплекс. Я себе построил на сэкономимые деньги от торговли наркотчика. Ну, решил построить, сэкономимые деньги от торговли наркотчика. Заявку кому? Вы предоставьте юрлицо, имя, ваше имя, юрлицо. Я хочу здесь посниматься и поснимать вас лично. Вы как готовы? Давай, эти бумажки. Ручку бумажка... А, нет, не ручка от первого. Ребята, а вы снимаете? Меня снимают? Я просто известная звезда, они меня снимают. Это мой отранник, если будете приставать, я его отражу на вас. Давай отравить. Ну, если будете приставать ко мне. Я буду приставать травителя. Давай приставайте. Можно с вами? Не, ну приставайте. В смысле приставать? Ну, он говорит, приставать сейчас буду. Не буду приставать. Ну, как это? Я же говорю, я известная личность. Меня надо снимать. Завершено снимать. Да? Да. Поднимем. Ну, вообще-то, вроде, общественно. Нет, это не общественно. Да, общественно. Мы к ним домой пришли. Чего вы? Это не мой, понимаешь? Да? Это не мой, понимаешь? А, где администрация? Это не у нас что-то делать. Нифига. Сколько людей. Ё. Это что такой дерзкий-то? Я беру этот штук. Что это такое? Что вы делаете? Костюм снимите. Костюм снимите, костюм снимите, костюм снимите, вот то же самое только что было, неадекватного посетителя вот этого отсюда. Ну его посетит, я саду не калкаю. Да правда. А у вас аккаун, можно с горочкой? Ооо, стоящий. Что запрещал снимать, да? Да он прямо, я не знаю, целоваться. Где, где, есть что? Да. Ну, Николышев, где фотографии? Ну, значит, превышение служебных полномочий, да? У тебя есть и три УКРФ. Не снимай. Я вырвешал самому. Полицию сами вызовите? Полицию сами вызовите? Да, конечно. Вызывайте полицию, тогда будем оформлять, у нас превышение служебных полномочий. Нет, пропускай вас охраняется. Очередь. Оставьте очередь. Три сатурники будем показывать. А вы кто? Вы тоже охраните? Тоже показываете? А вот, вы старшие знаете правила? Знаете правила? Но специально нарушается. Нормально? Вот видите, у вас сотрудники нормальные, показывают? Сейчас покажет. Скажите. Он отказывается. Не показывает. Ничего не говорит. Я тебе запрещаю что-то говорить. Ничего не говорю. На приём. Вот приедет полиция, перед ней отчитаешь. Молодец. Молодец. Ну, видите. Понятно. Не удалось. Ну что, пойдем по делам, что мы будем стоять с ними? Да. Всё. Берём с собой нашего. Всё. Пойдёмте со мной, пацаны. Что это было вообще? Здорово. Здорово. Здорово, друзья. Сегодня мы находимся в магазине Аллы Паруса. Тут нигде не видно. Вольны. Где выездки? Я покажу потом. Вот смотрите, у меня тут сегодня группа поддержки. Покажи прям всех. Все их знают. Сегодня долгожданная рубрика «Аршаник». Естественно, будем баллы в парусах сделать в Аршаник, потому что правила изменились. А сейчас всё увидим. Увидим, как у нас будет ответственность. Как он относится к своим правам. Это мой охранник, личный охранник. И он будет, естественно, выполнять мои приказания в плане, что досматривать людей, контролировать, проверять. Ну, то есть взялся по следующим контролям. 105 килограмм туре. Мощь. Неудержимый звонок. Этот охранник, он из пятёрочки. Его уволили, потому что он трёх человек избил до полусмерти. Поэтому мы... Съелся просрочку. Вот эта стучка, да. Оно как действует? Если вот, короче, пищит, то сразу по башке бьёт. Вот примерно так. Ну, это мой выреж. Типичный. Ну, всё. Пакет специально для этого. Если магазин, мы просто переживаем за свои зубки. Ага. Очень светленько, это можно носить. Подождите, подождите. Ну, чтобы мы видели, чтобы мы по-другому попали. Только не снимайте. Наруси не проверю. Всё. Ну, это будет, что вы делите. Ну, чтобы мы пилили, чтобы мы запаковали. Только не снимайте. Да. Всё. Откану. Садитесь за девочки. Внутри у вас там что-нибудь запрещенное? Спасибо. Запрещенное может быть что-то? Запрещенный продукт? Санкционный. А вы почему со своими товарами заходите в магазин? Я с чеком. Ну и что? Вот пакетики есть. Надо запаковать, чтобы мы потом знали, что мы не здесь. Вы, по-моему, запакаете? У нас в аптеке продаются капли в нос. У нас тут все продается. У нас тут все продается. Давайте без команды. У нас аптек нет в магазине. Даже нет. Даже аптеки нет. Что за магазин? Что за магазин? Даже аптеки нет. У вас сумочка не запакована. Запокойте, пожалуйста. Так, у вас что? Надо запаковать. Мужчина, подождите. У вас просто куртка. Здесь много карманов. Есть возможность, что вы что-нибудь украдете. Поэтому, пожалуйста, курточку снимите. Так, вот есть запаковочный материал пакета. И застрячий куртку упаковочный пакет. Куда прям. Ну а как? Собственность магазина. Это не дешевые вещи. Папа. Павлик, пожалуйста, подождите, мужчина. Подождите. Проверь, пожалуйста, наличие запрещенных материалов. Что у вас? Телефон? Вытаскиваем. А, ну это фольга, наверное, пищит. Жвачки откройте, что у вас там в жвачках? В смысле? Ну в жвачках что вы туда спрятали? Почему пищит? Да фольга пищит. Что ты так оползает? Вот та вот откройте. Что, орбит? Что-то может быть. Все, все хорошо. Проходите, телефон вижу, все. Не забывайте запаковывать, пожалуйста, пакеты. У нас же пакеты не просто так сделаны. Мужчина, у вас тоже, у вас тоже кубка такая большая. Мы просто переживаем, что кто-то что-то крадет. Вы, пожалуйста, кубку просто полиэтилен пакуйте, мужчина. Мужчина. Не слушайте совсем. Мужчина совсем не слушает. Не все слушают. Павлика. А они все смотрят в ту сторону, я со спины, но с спины эмоций не видно. Женщина, здравствуйте, у вас сумочка. А зачем пакеты сюда поставить? Мы пакеты живем, где поставим пакеты. Вручная кладь у нас поставится. Мы же пожелаем покупать. Все вручную кладь получается у нас. Вы что? Нет, пакеты. Ну просто смотрите, просто потом на выходе рамка запищит. Вот видите вот эти злые пищащие рамки? Они запищат. Естественно, мы подойдем и скажем. А я тут вообще старше всего магазин. Не мешай мне. Ну как, я переживаю. Сохранность магазина. Я же не бил никого. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Власть Павла. Власть Павла. Все, смотри как он смотрит. Я сам сейчас был рядом с ним, я попался. А вот он не подходит. Может, я не стою. Кто там был? А, эти охранники. Так, мы же не забыли сумочку запаковать. Сумочка-то не забыли? Конечно. А что у вас? А? А что я скажу? Ну я имею ввиду, чтобы сумочку запаковать, чтобы вы не могли туда ничего положить. Нет, вот я с ним червы не ходил и в полный пакет. Нет, ну мы же переживаем сохранность магазина. Мужчина, у вас тоже сумочка, запакуйте, пожалуйста, в полосилен. Это же не трудно просто запаковать. Мужчина, у вас наушники просто не зарегистрировали? Можете у нас это крайне оставить? С наушниками. Ну, то есть вы выйдете с наушниками, но только вы и здесь, а? Ну, у нас наушник. Да, у нас наушник. Ну, конечно, у нас наушник продается. Давайте, или с пакетом, я не буду. Ну, давайте тогда я вам на пенсию напьюсь. Ну, вот, сейчас. Сейчас. Давайте. Вот, конечно. На вас. Почему ты не нашим? Вот, смотрите, видите пищи? А на выходе будет пищать у вас. И я к вам подойду и скажу, показывайте. Ну, подходите, вот там, ждите. Договорились. Договорились. Павлик, запомни, запиши. Вот, вот, мужчина подойдет. Подойдете сами к мужчине, скажете, хорошо? Женщина, у вас сумочка не запакована. Так, добрать. Можно проверить? Проверим сейчас. Сейчас. О, поговорите, ничего запрещенного нет. Павлик, разберись, пожалуйста. Павлик, разберись, пожалуйста. Сейчас разберутся с вами, сейчас. Участковых вызывают. Конечно, да. Сейчас, сейчас разберутся. Еще раз, конечно, конечно. Участковых вызывают, не знают, как ничего, непонятно. Участковых вызывают. А потом участковый не приедет. А если вы, откуда взялись, там у нас уже нет. Мы уже здесь. Разберись, пожалуйста. Человек сказал участкового уже. Что такое? В чем проблема? Нет, вы кто вообще? От кого? От воровки. Сейчас, если пиджак открываете, конечно. От кого? От воровки. У вас воруют в магазине? Или от кого? От воровки. Охраняем. Смотрю по себе. Смотрю, отделимся. За кого? За него. Мы же переживаем за сохранность вещей. Понимаю, спасибо большое. Ну вот и все. Буду пробовать. Дальше, я жалову. Не знал их. Я обрадаю. Зачем назвать? Есть какие-нибудь доказательства? У вас есть какие-то доказательства, чтобы управлять шансом? Да, есть. А давайте покажите. Покажите, покажите. Не переживайте, женщины. Ёлык. Не переживайте. Полицию мы уже создали. А что, представилась управляющая? Так, ты разобрался? Конечно, что будем. Спасибо, скажу. Спасибо, скажу. Если что, обращайтесь. Так, подвиньте, подвиньте. Спасибо, я не понимаю. Это территория Лыск-парусок. Сказали же русским языком. Да. А это территория Лыск-парусок. Так, вы что здесь снимаете? Так, вы что здесь снимаете? Вы что здесь снимаете, я спрашиваю. Вы что здесь снимаете? Кто он давал разрешение снимать меня? Я гражданин Российской Федерации. А вам кто забывал разрешение? Я гражданин Российской Федерации. Я против. Я против. Там махайте ручкой. Я против, чтобы меня снимали. Да, махайте. Вы что, пловны, ребят? Нет, мы просто беспокоимся за сохранность вещей в магазине. Да какая разница, я же вам представлюсь, у меня Павлик зовут. Зачем он? Конечно, я работаю, и если захочу документы, я предоставлю. Вы же меня отец. Даже милиции не предоставлю. Можем поспорить. Заключим пари с вами. Мы добрые, безобидные, не злитесь. Разговаривайте, конечно, с нами спорите, но не злитесь, не переживайте. Мы добрые люди, мы никого убежать не будем. Как это мешает? Все обиженные могут... Мы, наоборот, помогаем. Наоборот, помогаем. Вы представляете? Видите, вот сейчас люди заходят и видят, что здесь жесткий контроль. Ничего не украдут сегодня. Ничего. А вдруг украдут? А вдруг украдут, потому что... А я потому, вы идти или не идти? Нет, ничего не будете кратить сегодня, надеюсь. Сегодня, надеюсь. Мужчина, мужчина. Мужчина, у вас рамки прообещают. У вас рамки прообещали, вот видели, вот пока нет. Придите, пожалуйста. Садитесь. Идите, иди. Придите, иди. Как мы тебе проявляем? Не понятно. Что человек, какие-то внутренние... То есть, внутри там, они сами выносят друг к другу. Ну, отлично, управляющая сама сказала, проходи. Наверное, это не сумасно, почему я предполагаю. Мы сейчас проверили, доказали бы, что он ничего не украл. А вы провели его, используя должностные, прикрываясь. Нет, мы тоже, когда вам будем выходить, мы тоже будем выходить. Сейчас, сейчас, у меня вот Павлик, он сейчас всех проверит. Вы что-то много... Вы напоминаете? Вы на Павлику напоминаете? Вы когда-нибудь там мной? Нет? Скажем. Ну, определитесь с этим. А можно осознать, а зачем вам милицию вызывать? Нам здесь сумочка, у нас не упаковывается. Просто на выходе она может пищать. Это кроны, которые... Вы не сломаете. Не, 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 не облокачивайтесь на рамки. На рамки не облокачивайтесь. А можно узнать? Вы не зарабатываете всем, что продают. А зачем? Вы не мешаете людям проходить, отойдите. А вы чего возмущаете? Вы на проходе стоите. Да, почему вы на проходе стоите? Вы отошли. Отойдите с прохода. У нас нельзя здесь стоять на проходе. Вы мешаете людям проходить. Почему вы змущаетесь-то? Вам помогают в работе. Не надо. Вы покиньте мою рабочую, нашу территорию. У вас как бы никто не спрашивает. Вы за безопасность людей. У нас есть вход в торговый центр. Вот, пожалуйста, вставайте туда и там. А можем мы и без вас решить, где встать? Мы хотим помочь вам, вашей организации. В сервисе. А вы не как покупатели. Вы намешаете. Держка, проходите. Дамские сумки у нас не упакованы. Не очень общительная дама. А мужчина, мужчина, а здесь только вход, выход вон там. Не знаю, почему она поверила. Вот честно слово, не знаю. Вот почему мне поверила? Может, ты вообще убедитель? Вы хоть носы какие-нибудь приклеили. Дело в том, что там только кто-то приклеил. Кому? Да у вас и так красивый нос. Зачем вам что-то клеить? Все не приклеили. Зачем? Ну, то, чтобы клоуны, чтобы люди понимали, что тут клоуны. Как-то странно, да? Так, молодой человек, вы просто не запаковали. Павел, проверь, пожалуйста. Можно? Он не имеет права проверять. Проходите, пожалуйста. Странная женщина тут вообще. Мешает, видимо, пособ... Мне кажется, пособный чей-то воришкам. Вы забыли запаковать. Вы мешаете работать. Сумочку забыли. Вы сейчас получаете? Вы не переживаете? Вы не переживаете? Вы не переживаете? Сейчас заберем милицию. У него уже сразу нет. А они сами понимают? Милиции нет физически. Полиции нет. Да, значит, полиция. То есть вы сейчас подтверждаете бесчемность ваших охранников, которые здесь стоят? Почему? Павлик, разберись. Бесчемность делает. Делали то же самое. Что-то намного резко. Что мы делаем? Вот, представьте. Ну а как вы выбираете? Какие? Там что-то проверено. Как вы выбираете? Какие сумки запаковываете? У нас датские сумки не упакованы. Ну а с чего вы взяли, чтобы выносить? Надо в танцах. Датские сумки запакованы. Ну почему? А знаете, почему? В целях безопасности. Ну так я же сразу говорю. В целях безопасности все запаковывается. Не той безопасности, как вы думаете. Антитеррористической? Да. Ну конечно, а что, девушка, вы забыли рюзачек? Да, это у нас специально. Так дело в том, что на выходе рамки будут видеть. Проходите. А не в печати? Хорошо, мы подойдем проверим. Павлик, запомни. Да, да, да. Они думают, я не подойду, не проверил. Все же добровольно, мы никого не заставляем. Правильно. Мужчина, вы забыли рюзачек запаковать. Павлик, подождите, мужчина, мы просто проверим, чтобы он не был ничего. Павлик, проверим. Хотите, можно просто проверить, не запаковывать. Все, все, хорошо, проходите. Вот карманы просто набухаются. Да нет, тут шапка. Да, ничего нет. Все, сейчас просто, подождите, сейчас. Вы бы доверяете кому-то, что доверяете. Кто он такой? Мы, да, здесь у нас не одежда. Это самые важные фразы. Да. Это самые важные фразы. Кто он такой, что вы ему доверяете? Вот ради вот этого мы здесь и стоим. Понимаете? Молодец. А почему вы то или что это у вас? Ну да, если бы у нас были такие бейзики, было бы лучше. Проходите, пожалуйста, и обращайте внимание. Это главное. Сейчас, молодой человек. У вас же это не так. Короче, мы тут видим и смываемся. Убегать будем. Убегать, сто пудов. Ну все, я уже смотрю. Здесь что я вам скажу, мы побежим. Что мы с ним нашли. Мы с ним за рамечем. Павлик, Павлик, правило здесь. Пойдем, Павлик. Куда? Пойдем, пойдем. Молодой человек правило тут. Павлик, спой, Павлик. Это охранник. Здрасьте. Пожалуйста, проверим у него. Давайте посмотрим у вас. Что-то у вас тут пищит. Это что там? Может там бомба у вас? Нет? Ничего запрещенного нет? Нет. А можете показать? Нет. Это вообще никто. Это человек никто. Просто я вас попросил. Сложно что-то показать? Чем человеку в лицо прям головой подвигает? Это просто охранник конкурирующей фирмы. Видите, он отвлекает вас. Это вам не сложно. Хорошо, у вас там нет ничего запрещенного, точно? Да. Уверен? Да. Хорошо. Молодец. Полиция сразу вызывает. Красавчик. Самое чувство, когда покупатели защищают охранник от других охранников. Вот это. И признает бесполезность своей работы. Вот сколько он там получает деньги? 40 тысяч рублей. Это все закладывается в цену товара. И по сути он сам осознает, что это бесполезно. Мы как бы не против. Просто на выходе он уже 50 минут. Мы проверим. Запоминаю. Делайте облакон. У меня все записано. Да, в магазин был? Зачем пришли? У нас есть руки. Ага, знаем. Мы сами так ходим. Конкуренты, да? Смотрите, на выходе не пропустите тогда. Мы забыли, я удачусь. Прошли. Проходите. Проходите, пожалуйста. Зачем вы? Вы решаете работать. Вы решаете руками. Кажданин, это же городами. Зачем вы в руками? А вы зачем? Я не что-то делаю. Блин, бедный парень. Мужчина, подождите. Мужчина. Все, все. Потом проверим. На выходе. Зачем вы человек как раздумя руками трогаете? Зачем? Я после вас, я ранее. Вы меня возбудили, поэтому я его буду. Вот, девочки, ответственны. Правильно. Два, три пакета можно запаковывать. И потом еще один пакет. Наше правило. Мужчина, подождите. Подождите, мужчина, у вас пакеты не запакованы. Лево, так ходим. Пакеты, идите спокойно. Ой, внимание людям. Управление, скажем, покупатель. Слушай, хочешь внимания. Мужчина, у вас камера не запакована. Мы к нам на Новый год пришли, мы ищем подарки дарим. А дайте мне на 8 марта. На 8 марта. На 8 марта мы не дарим. А мы подарим за вас. Раз вы такие вот безответственные, мы подарим на 9 марта. А какой смысл, если они всех пропускают от охраны здесь? Я вот не знаю. Да? Я вообще не понимаю. Это только на выходе, но сейчас вы стояли. Я думаю, что я пил вокруг. Да, горяча, да, горяча. О, йо, 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 подождите, подождите, мои сладкие. Что будем делать с вами? Проходите, пожалуйста, передайте. О, может, сумочка запаковать? Сумка-то большая какая-то? Сейчас заберем политику. Где вы эту сумку взяли? А где вы эту сумку? Это ваша сумка? Да, женщины, что вы предстоете, мешаете работать людям. Вы вообще уже не мешаете работать, мешаете людям. Да и вот, какая-то женщина пристает просто ко всем, мешает работать. Прямо кричит на меня. А где они? Зачем вы кричите? Вы сумочку запаковали? Проходите, проходите. Не обращайте внимания. У нас тут у дом творится. Через три шага, когда вы ходите, берите их, пожалуйста. Бежим, бежим, бежим. Мешают работать. Полиция, избегаем. Бежали, побежали. Ну, все. Ребят, полиция, надо убегать. Сваливаем, все. Меня нет. Мешает работать. Бежали, побежали. О, бежим, бежим. Да держите уже, держите. Здравствуйте, вот какая-то женщина, вот пристает к людям тут, не дает сумочки упаковывать людям. Вы кто? Люди. Что делаете? По сторонам люди, не работающие здесь, я управляющим. Да, да, что ты? Вот камера тоже на нас, пожалуйста. Смотрите, тут у людей подозрительно, мне кажется, у них там есть металл. Проверь, пожалуйста, есть ли металл, металлоскатель срабатывает или нет. Я бы хотел, чтобы нагрудные значки хотят. Так я еще не понятно, кто это. Проверь на наличие металла людей. Сопрещенные предметы есть. Дайте, не будем мешать. Или вы за покупками. Проходите. Так, чтобы быть не запаковывать. Вы, мужчина, от меня подожди, сидите, еще не так, чтобы встретиться. Вы должны запаковать свои личные вещи. Нет, это не так. Вы заходите, да? Гражданин заходящих магазинов может убедомить управление магазином ответственных. У вас есть аналогичные вещи, которые здесь подойдут. Сладитесь, мне кажется, можно здесь съесть, может раз вырезать. Проходите, пожалуйста. За какой-нибудь колбасой мы закажем шахту. Сладитесь, нет колбасой, сейчас там не шахту. Ну а как вы пройдете, вы пойдете в личных вещах. Найдете, есть ли там аналогичный товар. Вернетесь и будете помещать. Это же не логично. Поэтому сразу повестите, что у вас есть аналогичный товар. Мужчины, вы забыли сумочку запаковать. Да, проходите, проходите. Просто на выходе она может помещать. Нам придется посмотреть, что там наряда. Да, давайте наряд. Приехал наряд полиции. И вы наряд полиции. Да, и сейчас полка. Вы полиция, да? Два, 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 один, четыре. Слишком много двоек. Три двойки, четырнадцать. У вас слишком много двоек было. Не, не буду. Ну, смысл. Павлик у меня звук. Павлик, а ваш личность как ты? Как я должен? Великая личность. Я подтверждаю, ты великая личность. Ну, узнать, зачем вам узнать. Обращайтесь к нему, о, великий. Чего просто я? Человек идет, я с нему положу. Вы сейчас ко мне пристаете? Полиция подошла. Вы сейчас ко мне пристаете? Я с вами разговариваю. Ну, я разговариваю с гражданами, как вы со мной. Вы забыли куртку. Это запакова нормально, а не обращайте внимания. Спасибо. Спокойте, пожалуйста. Отстаньте. Чтоб вас потом на кражи не вызывать, правильно? Когда воруют, вызывают вас, правильно? Ну, я что, против. Подождите, по очереди говорите. Он вежливо просит упаковывать сумочки. В чем проблема? Есть работники, которые везду упопросят. А какой закон он нарушает? Для помочь. Что такое? Никакой закон он не нарушает. Я сейчас обращаюсь к вам. Ну, обращайтесь. Зачем вы к нему обращаетесь? Попадите, просите. Зачем вы к нему обращаетесь? Зачем вы к нему обращаетесь? Мы помогаем. Не дают, проходите. Вы обведите. Все проходят. Заявление жалоб не поступает. Если проскопит, то пожалуйста, расходят. 30 дней вам обращают. Буквально, не стесняется. Стесняется? Конечно. Где мужчины? Мне нужно больше мужчин. Не понравилось, что мне снимают на камеру. А мне не нравится, что у нас в полиции работают взяточники. Мне тоже это не нравится. Давайте расформировать это. Это не камни, я же не буду расформировать обувь. А кто? Мы что ли должны за вас расформировать полицию? Почему за меня? Ну кто? Все же вместе должны следить за безопасностью, за воровством. Правильно? Бдительность народа это самое главное. Большинство преступлений выявляется. Брайна, в другое русло. А какое? Вот, сколько мы краж сейчас предотвратили, представляете? Вы ничего не предотвратили. А с чего вы взяли? Потому что как были девушки с этого магазина, так они и есть. Ну давайте посмотрим, если мы тут вот денек постоим, что ни одного не будет. Ни одного покупателя и соответственно ни одной кражи. А вот это уже как получится. Сейчас я передам. Так, прокрементируйте. Я даже статей такая, забывчивость покупателей. Понял, статей забывчивость покупателей. Мне кажется, они не тут тоже здесь. Человек забыл об этом. Ну то есть она правая, где прям встали? Не-не-не, мы тут, обычно мы тут стояли. Вот так. Просто мы с вами общаемся, мы же перекрикивать не будем. Проходите, пожалуйста. Я могу сюда подойти. Да-да, правильно. Чтобы не мешать людям телевизор. Правильно, не мешайте. Вот вы сейчас проходите. А почему кроме, они сразу маленькие у нас и позыгают? А зачем? Посмотрите, молодой человек. Здравствуйте. У вас в карманах нет ничего запрещенного? Вот, что тут у вас? Запрещенное. Не могли бы показать? Что там у вас? Паспорт, все. Это вот какая-то женщина просто против охраны. Ну вы можете проходить, в принципе. Конечно, да. Так, если у вас на выходе, на выходе кто-то будет мешать, что делать? Что делать? Выходите, пускай, пускай здесь, значит. Не, ну на выходе мы к вам зайдем. Проверим на выходе. Не есть что-то? Ну пройдем. Проходите, кого-то слушает. Мужчина, мужчина, простите, мужчина. Проходите, меня прошу. Вы забыли просто курточку снять. Мужчина, проходите. Мужчина, проходите. Мужчина, проходите. Полиция отгоняет, да. Вы сами здесь. Он, полиция с народом, она тоже против ни к чему, наверное, охраны. Вот когда охраняется, ну я же не мешаю. Ты привлечен к девчонку? Ни к чему на охрану это мы, да? Какой красивый. Не хочется дисциплинарку, дисциплинарку не хочется. Тот же, кто и вас. Да, кто? Народ Российской Федерации. Какой народ? Народ. Кому вы слушаете? Народу? Путин, Путин. Ну, мне Путин снится и нашептывает. Говорит, вот воруют, говорит, в магазинах. Иди, говорит, сам справляйся. Ну вам надо не в магазин, раз вам нас нашептывать. То есть ослушаться Путина? Вот вы бы ослушались Путина? Это о чем вообще? Вы не знаете Путина? Вы не знаете Путина? Кто такой Путин, я с вами согласен вообще. Нет, ну мы бы тоже как бы согласны, но... Это я бы думал есть. Да мы с вами, мы с вами, мы тоже против этого убыря. Оскорбление, между прочим, так что было? Новая статья забрели, кто мне не найдет? Ну, биздейка, я... Под камеру, знаете, выхватит. Вова, хорошая, у нее потом и зарплаты вычтут, слышишь? Хватит натыкать камеру, да? Тыкать камеру! Я вам ее дарил, а вы еще не... Когда тыкают, знаете, это вот... Получается удовольствие. Давайте вы дома тыкать. Давайте. Пойдемте. Паврик? Паврик, я слышал, там рамки пищат. Пойдемте. У нас все оплачено? Оплачено, что-то показать можете? Просадим. Покажите, пожалуйста, чек. А, чек есть, да? Ну, давайте просто сверим. Нет, вы просто сверите. Вы не имеете права. Это какая-то просто женщина непонятная, видишь? Зачем вы мне мешаете? Ходит с нами. Вы не имеете права. Вы посторонний человек с улицы. Вы хулиганством занимаетесь? Это вы занимаетесь хулиганством. Я к вам подчеркну. Вы человек с улицы пристаете к покупателю. Мы просто проверим, все ли пробито, все ли нормально. У человек с улицы, она вообще не обязана вам ничего предоставлять. Я все вижу. Кто что украл? Вон там рамка пищит, мы идем. Так, рамка пищит, рамка пищит. По магазинам одни девочки ходят. Вот мужчина говорил на выходе, можно проверять его. Вот, обратите внимание. Да, да, да. Обратите внимание. Здрасте, вот у вас рамочка пищит. Вот у вас же пищит. Ну, я же вам говорил. Давайте тогда будем смотреть, что вы... Вы люди с улицы, вам ничего не обязаны предоставлять. Ну, если вы ничего не брали, чего вы боялись? Ничего боялись. Ну, давайте тогда посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Слушайте, ребята, это уже даже не хулиган. Давай. Зачем вы пристаете? В смысле? У человека рамочка сработала. Вы сейчас ко мне зачем пристаете? Вы сейчас ко мне пристаете? А я тоже защищаю имущество магазина. У вас уже с ним контакт был, телесный. Вы зачем? Телесный контакт? Телесный. За чего? Павлик, ты чего пристаешь к мужикам? Ты, как и все охранники, гей, что ли? Я любвеобильный. Может быть, я подружески хотел обнять, поцеловать человека. Подружески просто. Я просто не знаю, может, ты не заметил тот момент, когда именно был поцелуем. Я не в курсе просто, я не знаю. Чмокнувая? Ну, наверное, не знаю. Им виднее. Понятно. Где Бабар, что произошло? Здравствуйте. Здравствуйте. Она пристает, не дает смотреть сумки. Граждан пищит. Она говорит, нельзя, не имеете права, все дела. А что, вы подозреваете ее? Нет, ее-то нет. Люди выходят, на них пищит. Мы их просим. Подозревает? Конечно. Ну вот, старший, собственно. Зачем она меня снимает? Запрещено в магазине у нас. Запрещено у меня снимать. Вот, если не верите, ознакомьтесь с правилами. Павлик вам все расскажет правила. Значит, я управляющее, выражу на счастье. А чем загажите? Либо блогеры, либо там еще кто-то, я не знаю. Они устраивают, здесь просто напросто... Показутся, да? Да я не знаю, что ли, устраивают цирк, скрипт. Пристают к нашим покупателям, мешают нам работать. А в каком образе они пристают? Значит, там они на троходы заставляют покупать, проверяют, как ману, снимать пушки и так далее. Здесь пристают покупателям, требуют, чтобы они им показали свои покупки. Требуют? Требуют? Не можем требовать, но требуется, как сакры, как в полицию. Просим. Покажите тогда, давайте. Покажите. Здравствуйте, господи, отдельный рот. Не подскажешь, что вы занимаетесь? Я гомосексуализмом не занимаюсь, но я не понимаю, но просто нам доступны информации, правильно? Мы должны отработать. Ничем незаконным. Ничем противозаконным. А что у вас со значком? У вас что-то секретное, да? Я могу вас спросить, а почему? У вас что-то секретное? Информация отступила, наша женщина, родительская женщина. Я не узнал, в чем причина ее выжила, правильно? Чем я занимаюсь? У вас конкретная цель такая, выжить? Выжить. Держусь, но... А, ну это я, мне тоже выжить хочется. Какого полиции у вас жало ненормальное? Денежные доводства. В смысле, какое жало? Ну вот, на значок за 490 рублей хватило человеку, видите? А стандартный, небось, сломался. Плохой, да, потому что плохого качества делают значки. Ломается, приходится за свой счет делать, правильно? Все плохо. Яснить не можете, да? Нет. Давайте я вам расскажу, что вы хотите спросить, подойдите. Ну, в принципе, можете по моему адвокату обратиться. Да, у нас в юридическом соглашении. Да нет, ну обратитесь, что он не обратился. Проходите, пожалуйста. Малыш, ну когда вы взвете, честно? Посмотрим? У нас дела еще тут. А мы же вас не звали. Да мы тоже отойти не можем, пока вы только. А мы же ничего плохого не делаем. Да я понимаю. Ну вот и все. Что плохого-то? Ничего плохого нет. В смысле, а что, расстрелять кого-то надо? Я не пойму. Вы можете плюнуть им в лицо. О, сотрудник полиции. О, надо же, сотрудник полиции сказал что-то. Да, вы что вам скажете? Вы можете плюнуть им в лицо. О, сотрудник полиции чего учит. Ну-ка, покажите, покажите, пожалуйста. Ничего показывать не буду. Покажите жетончик, я вас прошу. Ничего я не буду показывать. Я гражданин Российской Федерации. Прошу вас соблюдать федеральный закон номер 3. Закон о полиции. Польцы мне не тыкайте. Ничего я вам не покажу. Покажите. До свидания. Вы обязаны показывать? Не обязаны. Обязан. Не обязан. Умный полицейский. Так, позвоните, пожалуйста, кто-нибудь. Майор Руденов. Майор Руденов. Он приедет, поможет, коллеги. В управление звоним? Звоните, звоним. Звоним. В курсе про ношение одежды сотрудникам полиции. Как она должна быть? Где должен значок находиться? Вам самому не стыдно? Вам самому не стыдно? Вы же представляете власть. Не стыдно, не приставайте гражданам. Вы берете деньги у меня, у него, у всех граждан, у бюджета, да. Да вы что? И якобы должны защищать права наши. Да вы что? Конечно. А рецидивистов кто защищает? И первым делом вы должны показать, убедить граждан, что вы полицейские, что вы вежливые полицейские, а не плевать гражданам в лицо, если вам что-то не нравится. Это им что-то не нравится? Они задают вопрос. Так, все, сейчас будете ходить за мной, пока я здесь разберусь, а потом с вами будем разбираться, понятно? Это какая-то тампида, понятно. За вами я ходил. Пойдемте, пойдемте. Там граждане нуждаются в вашей помощи, пойдемте. Вы мне не указывали. Стоим в очередь. Что мне делать? Ты как мне делать? Это документы местных жителей. Первый раз видим такое, что как вы разговариваете с милицией? А это не милиция, а чего вы взяли, что это полиция? А кто это? Ну, с чего вы взяли, что это полиция? Это может актеры какие-то, актеры? Ну, он говорит только что, что надо людям в лицо плювать, и не показывать свои документы. А вы что мне говорили? Что я говорил? То же самое. Я говорил, что я дебил. Да. Ну, про себя. Про себя говорю. Ну, это я уже обратилась к вам. Это вы уже поняли, про кого я говорил. Да, да. А изначально мне не было понятно. Хорошо. То есть форма вам говорит, что это полицейский, да? Да. Значит, эта форма говорит, что это охранник, правильно? Охранник, ну, я не верю. А полиция есть? Потому что, а полиция верю, а охранник не верю. Ну, хорошо. Суть претензий, тогда скажите, что вам не нравится именно в моем поведении. Ну, потому что вы люди пришли в выходной день, побойно. А вы, если вы хотите поймать вора, идите туда, во внутрь и ловите. Или установите видеокамеру побойно. А вот здесь камера есть? Ну, а что тогда вы делаете? Я же плохо вам сделал, что-то. Нет, вы отвлекаетесь. Нет, я же спросил, если хотите, покажите. Вы смотрите, сколько людей, полиция, вы отвлекаетесь. Ну, люди же работают, воришек ловят, понимаете? Ну, не таким образом надо ловить. Я вам сказала, камеры поставить. Все правильно, Павлик хороший. Правильно женщина говорит, надо камеры смотреть. Это будет какое-то непосредственное? У вас будет какое-то осуществление? Вот так не делают, как вы. Вы всех возбуждаете против себя, понимаете? Вы видели, как вы возбудились? Конечно. И вполне возможно, вы будете рассматривать этот вопрос в общем. Они пытаются возбудить против магазинов, а не против всех. Поехали за меня. Если вы боретесь с форостром, надо не таким, Макар. Значит, надо больше камер поставить. Бланков нет с собой у вас? Интересная полиция, говорит, бланков нет с собой. Ну, вы этим занимаетесь. Вот вы и предложите. Вот директор магазина, смотрите. Если они говорят, что они смогут вырастать, то посадите. Это камеры. А ваши документы можно? У меня нет документов. Я обычный человек, как и вы. У меня есть документы. Я же вас не заставлю. И вот это делаю. Так, посчитайте. Вот, еще. Да. 11. Так, посчитайте. Ребят, смотрите, сколько фото есть. Еще, что ли, подъехали? Так, подождите, не двигайтесь, сейчас сгиваются. У нас групповое фото, ребят. Групповое фото. Все на меня смотрят. Я не могу посчитать, они двигаются, я все время по два раза одного и того же считаю. Групповое фото. Вон, не застав. Ты кого-то по два раза просчитал. 11. 9, человек. 10. Ребят, просто жесть. Ой, мамочки. Что это вообще отрывать, как ты думаешь? Что это отрывать от работы столько сотрудников полиции? Что-то ужасное происходит. То есть какой-то теракт или пожар, или почему столько много полиции приехало? Может, ты кого-то избил, пока я не видел? Вон, где раз не было. Ну, максимум 6. 26 максимум? Ну, 6 было максимум, ребят. Ну, давайте рекорд. Тогда у нас рекорд сегодня. Еще кого-нибудь вызвите, пожалуйста. Или же мало людей. Да. Ребята, тут происходит какой-то трэш. 11 полицейских вызвали на людей, которые просят показать просто сумки. А что они все тут делают? Кто-нибудь еще придет с полицией? У нас что, разбой на районе закончились, грабежи и все. Вам зачем столько людей здесь? Больше не было. Что случилось вообще? Майор. Я главный. Вы главный? Звание у вас какое? Лейтенант. Лейтенант. Подкажите хотя бы жетончик. Я не прошу удостоверения. Хотя бы жетончик покажите. Не покажу. Чтобы я убедился, что вы полицейский, а не аферист. Я полицейский. Вы аферист. Да? Так выполните статью 25 законной полиции. Законные требования к вам. Вы аферист. Еще что-то будут слова. Еще у кого жетончик нет? Кто дисциплинарное изыскание хочет? Вы любите свою страну? Вы любите свою страну? Граждан уважаете? Или вы только по телевизору можете наслаждаться всякими? Я ничего показываю вам. Не собираюсь. Вы не поняли, что ваша провокация не удалась. Да? 11 полицейских? Я вижу по вашему лицу, что вам очень нравится все это. Никто не будет вас тут ломать. Давайте вы с Богом пойдете. Правда не будет? А зачем тогда вот эти все силы? Это правильно. Давайте, если вы встанете у кассы, я уверен, что ни один воришка тут не пройдет сегодня. Скорее всего, может быть. Вот, видите как? Давайте как-то распределим оптимальные ресурсы. Нужно помогать им. Вам нужно распределиться. Вот мы тут сейчас час, допустим, просили людей упаковывать, все, полезным делом занимались. А вы тут просто пока стоите. Вы занимаетесь полезным делом, ребят, вам что-то мешает. Вы сделаете жетон видимым для начала. Вас человек попросил, исполните закон. Вы к дисциплинарной ответственности будете привлечены. Вы к дисциплинарной ответственности будете привлечены. В инспекции по личному составу будете объяснять. Зачем вам это надо? Зачем вам это? Отпишемся. Значит, вам плевать на закон, плевать на людей, плевать на всех остальных. И еще, да. Ну, я думаю, сомневаюсь, что 15 лет вас протерпят, вот, закончится это все очень плохо, намного раньше 15 лет. Мы вас, его лейтенанты, не будем больше, наверное, мучиться. А вот, вот, ну-ну-ну-ну, ну, жетончик, жетончик, я на колени встал, я на колени встал. Покажи жетон, не надо, тоже поснимаем. А вы блогер? Опять заставляли человека на колени вставать, я не понял? И все равно не показал. Это даже не полицейский. Я понимаю, если полицейский тебя заставлял на колени встать? Ну, это обычный человек. А это обычный человек, зачем тебе? Вы переверните, а то вас смотреть никто не будет, вас дизлайками засыпят и в комментариях будет ад вообще. Вот, перевернуть надо. Перевернуть, вот, правильно, молодец. Чтоб все влезли, они просто широкие у нас. Ты посчитал, сколько полицейских? Я посчитаю эту видеозапись опубликовывать в Ютубе. Ты посчитал, сколько полицейских? У меня тоже стало. У нас? Ну, сколько? В Ютубе показывает. Снимай меня. Школьник, двоечник, смотри, не умею читать. Можно у нас? Пожалуйста. Еще раз вы сзади подойдете ко мне. Я вас уже боюсь. Тебе прием, сейчас физически примут. Меня никогда не ластала девушка полицейским. Не надо подходить к сотруднику полиции. Депримирую я тебя. Бояться их надо? Бояться их надо? Не надо сзади подходить, она при исполнении находит. А я что плохое сделал? Вы можете сделать. Можете, и вы можете. Почему вы человека подозреваете, что он может что-то сделать? А вы Евсюков? Я нет. Я просто тебя буду перечислять. Ну, еще по-калаку, перечислить. Колокольца. Но вы его не знаете, судя по всему. Кадыров, все. Со второй попытки указал. Емельяненко. Смешались. Кадыров Емельяненко, правильно? Да, да. Так старший, вы объясните, что тут происходит вообще? Я вот лично не понимаю, что тут делают 11 друзей Путина. Ну, вы же со мной не разговариваете. А я что с вами делаю? Мы с вами не вербально общаемся сейчас? Мне кажется, я слышу ваш голос, вы слышите мой, правильно? Значит, мы с вами разговариваем. Что случилось-то? Вы занимаетесь какой деятельностью? Разговариваем с полицией сейчас, общаемся. Нет, до этого. Что до этого? Мы просили людей не воровать. Знаете? Людей не воровать. Да. Это же посетители. Ну, посетители, они не люди? Нет, люди. Ну вот, людей просили не воровать, относиться с пониманием, к безопасности, упаковывать вещи, конечно. Смотрели, чтобы ничего запрещенного, просили их вежливо. Покажите, пожалуйста, сумочку. Вдруг там бомба, правильно? Можете быть такого? Ничего плохого мы не делали. Все, Саня, это Саня, я вычезаю. Саня, да. Его здание, он, Саня. Все, до свидания. До свидания. Не отвлекайтесь в следующий раз. Не, 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 где можно себя увидеть? Канал, канал какой-то. Ну, не знаю, наберешь что-нибудь правило, правило, бруса наберешь. Не, 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 Росгвардию не говорите. Они вообще слова не сказали, они плохо. Росгвардию, они могут на татами вызвать, кстати. На татами умеете там? Как Золотов завещал? О, правильно, молодцы. Все, пойдем. Мы не ругаемся, все. С народом, я сколько раз спрашиваю. Джинька, да, с народом. Ну что, сложно сказать? С народом, Росгвардию? Люди, людям это нравится. Росгвардию всегда только, как говорится, расповедливость. Все. Ну, не с народом. Ну, скажи, как народ, народ же бывает разный, правильно? А вы ведь с любым должны быть. Мы, наверное, многонациональные. Какой? Я всегда с народом. Вот. Потому что я сам, с Кавказа, да, с Кавказа. Ну, я сам. Мы тоже за Кавказ. Ну, за правильный Кавказ. Да. Мы за Магак всяких там. Все зависит. Не просто так, единый народ. Все правильно. Все от человека зависит. Мы ничего не нарушали, вроде. Автоматик не могли бы не направлять на людей, а то там людей могут стоять. Все, хорошо. Все, хорошо. До свидания. Так, все. Почему вы разогнали 11 охранников Путина? 11 друзей Путина, я их назвал. Вот. И лично я не понимаю, зачем они вообще сюда приехали. И зачем в таком количестве? Потому что тут нас было намного, во-первых, меньше. Во-вторых, мы не делали ничего плохого. И даже больше, как мы делали все хорошее. Что такое? Что-то хорошее можно сделать. Я только что забирал в магазинный продукт. Прямо в туристину. Молодец. Это положено вообще мне? На что положено, на то наложен. Хорошо. Я демократичный охранник. Хорошо. Что может пищить там? У девушки пищит? Девушка. Подойдите, пожалуйста, сюда. Подойдите. Подойдите, подойдите. У вас рамки пищали. Здравствуйте. Стойте, пожалуйста. Вы забыли платить. Я? Забыла? Чего я могу задать? Не забыли. У вас рамки пищали, пожалуйста. Женщина, проходите. Почему у вас рамки пищали? Женщина, идите. Давайте посмотрим. Это никто. Кто такие? Они вообще не имеют права проверять ваши рамки. Это путь. Они просто против. Вам никто ничего не давал. Вам никто ничего не давал. Подождите, женщина. Я вам чек верну. Женщина. Чек верну. Павлик, иди, дай мне, верни чек верни. Да, верни. Она отдала и... Нормально. Вас никто в магазине не обижал? Нет, я никто в магазине, кроме вас. Он вас обидел, да? В случае я буду... То есть буду я единственным, кто вас обидел. Вот ты именно. Я вообще в жизни. Может, никто вас обидел. Нашли кого-то бери. Бывает, Батюк. А я работаю. Бывают осечки в работе. Не каждый же у нас преступник. Согласны? Менеджер-то куда исчез? Блин, надо просто просрочку убирать. Я говорю, мы сейчас зайдем, иди скажи, чтобы убирали все. Давай, давай, я поуровался. Все. Спасибо большое за внимание. Вы сами видели, полиция разбежалась. Я не знаю, почему она меня не арестовала. Все, в общем, полиция ушла. Меня не забрали. Я не знаю, что мы тут делаем. Но, в общем, нам все подчиняются. Я не знаю, куда от этого деваться. Мне стыдно, простите. Так, подписывайтесь на канал. Быстро все лайки поставили. Быстро там внизу. Быстро. Написали комментарии, кто сколько может. Понятно, да? И репосты, пожалуйста, если вам понравилось. Инстаграм, телеграм-канал и ВКонтакте. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok